МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер! Вы смотрите программу событий. Сегодня в выпуске. Речицкий район чествует лучших по профессии. Новая линия повысит конкурентноспособность. Команда средней школы номер 11 самая веселая и находчивая. А теперь найти темы подробнее. Состоялась ежегодная церемония награждения передовиков производства Речицкого района. Среди победителей предприятия, их руководителей, рядовые работники, представители всех отраслей, промышленности, сельского хозяйства, социальной и культурной сфер. Праздник чествования передовиков начался уже в фойе. Своими достижениями с участниками и гостями праздника делились учреждения образования и культуры, предприятия торговли, промышленности, агропромышленного комплекса. Району есть чем гордиться и есть чем удивить. Отметил достижения речичан и жителей сельской местности в уже ставшем истории 2007-м глава администрации района Александр Баранов. По итогам года наш район занял первое место в республике по благоустройству среди городов с численностью населения свыше 50 тысяч человек. Также мы заняли первое место по социально-экономическому развитию городов Гомельской области за второй и третий квартал 2007-го года. Это очень почетно и в очередной раз доказывает, что мы на правильном пути. В своем выступлении председатель коротко отметил достижения каждой отрасли. Акцентировал внимание на работе предприятий объединения «Беларусьнефть», которые являются примером для других. Поблагодарил нефтяников за бескорыстную помощь и весомый вклад в развитие экономики района, его социальной и культурной сфер. Остановился на успехах в сельском хозяйстве. Мне приятно напомнить, что в седьмом году мы очередной, в восьмой раз стали победителями республиканского соревнования по уборке зерновых и зерновобовых культур. Чем в очередной раз доказали, что в агропромышленном комплексе нашего района работают очень грамотные и талантливые специалисты. Впервые растворили мы намолодцы 106 тысяч тонн зерновых и зерновобовых культур, включая кукурузу. Приветствовали передовиков производства почетные гости депутаты Палаты представителей Виталий Кулик и Николай Куцко, а также заместитель председателя Комитета экономики областполкома Сергей Андреев. Район внес значительный вклад в социально-экономическое развитие области, взаимодействие местных органов власти, руководителей предприятий, трудовых коллективов позволило Речицкому району обеспечить выполнение большинства социально-экономических показателей развития, сделать прекрасное благоустройство города и района, построить много объектов в социальной сфере и, главное, на высочайшем уровне провести республиканский фестиваль «Дожинки». Позвольте мне от имени Гомельского областполкома еще раз поздравить вас, вручить небольшой подарок председателю райисполкома Александру Васильевичу Баранову и пожелать вам дальнейших трудовых успехов и трудовой работы во благо Речицкого района и нашей депутатуры. Спасибо. Церемония награждения началась с вручения дипломов победителям промышленного комплекса района. Первое место по итогам работы в 2007 году разделили два предприятия – Речицкий метизный завод и производственное предприятие «Речица-молоко». Лучшим хозяйством агропромышленного комплекса признан колхоз «Советская Белоруссия». Первое место в сфере торговли разделили два предприятия – Кубторгсервис и Речицкое районное потребительское общество. Лидером среди сельских исполнительных комитетов признан Холмический сельсовет. Вот они – лучшие из лучших в районе, занявшие три призовых места по итогам работы в 2007 году. Желаем и далее сохранять тот высокий уровень профессионализма, который вызывает уважение, а также успеха в нелегкой работе, надежных деловых партнеров. Доброго вам здоровья, бодрости духа, неиссякаемой энергии и оптимизма. Уважаемые друзья, традиционное фото на память. Аплодисментами на происходящее на сцене зал реагировал не однажды. Церемония награждения продолжалась долго. Отмечены на празднике лучшие из лучших в своей профессии – педагоги, работники культуры, строители, врачи, зоотехники. Дипломами отмечены также лучшие предприятия и лучшие руководители. В их ряду более двух десятков имен. Они награждены за трудолюбие и бесценный опыт, за чуткое руководство и вклад в развитие своих предприятий и развитие экономики района. Церемония награждения сопровождалась номерами художественной самодеятельности. Своё мастерство присутствующим дарили дипломанты и лауреаты различных конкурсов. В следующем сюжете речь пойдёт об одном из лидирующих по итогам прошлого года предприятий. Накануне чествования передовиков наша съёмочная группа стала свидетелем значимого события, произошедшего на частном унитарном предприятии «Речица молоко». Там была открыта новая линия по глубокой переработке молока, внедрение комплекса, первый этап реализации бизнес-плана предприятия. На открытии линий присутствовали председатель райисполкома Александр Баранов и его заместитель Сергей Максименко. В беседе с руководством молокозавода председатель отметил, предприятие играет немаловажную роль в обеспечении района молочной продукции и переработке молока, производимого сельскохозяйственными предприятиями Реческого района. Будущее в этом заводе есть, однозначно, мы его всегда поддерживали и будем поддерживать, потому что вот на этой маленькой небольшой площадке можно создать суперпроизводство для переработки всего сырья, которое мы производим сегодня в районе. А мы будем производить ещё больше. Новая линия обеспечена компьютерным управлением. Процесс переработки полностью автоматизирован и начинается с забора с молоковоза. Молоко проходит через фильтры. Охлаждённым поступают в резервуары, где продолжается глубокая переработка. Она заключается в удалении практически до 98% вредных бактерий. Устранение посторонних привкусов и запахов. Исключается и отстой жира в молоке. Переработанное таким образом сырьё даёт возможность производить высококачественные молочные продукты. Всё это жир задаётся на компьютере, в мониторе, и с таким жиром выходит продукт. Далее, после сипно-нормализации идёт гомогенизация. Что такое гомогенизация? Это раздробление жировых шариков. То есть в молоке жировые шарики, они разной величины. Большие, маленькие, крупные и так далее. Но гомогенизация, давление гомогенизации позволяет их сделать одинаковыми. То есть получается, это очень хорошо для кисломолочных продуктов. В каком смысле? То есть получается однородная консистенция. Нет отстойной сыворотки. Производительность нового комплекса составляет 10 тонн в час. В целом же завод перерабатывает в сутки до 80 тонн молока и выпускает около 50 тонн продукции. Поставляются реческие молочные продукты во многие города республики и ближнего зарубежья. Реческий молочный завод, во-первых, это стабильность и на молочном этаже самой реческой. Плюс помощь гомелю однозначно. И нужно всегда в заводе иметь какую-то брендовую продукцию. Все невозможно иметь. Монополистам трудно во всем быть. А вот направление, вот мягкий сыр, который прорабатывался, он на сегодняшний день должен стать вот такой визитной карточкой этого завода. И этот спрос на сегодняшний день уже прорабатывали по России. Раньше были молчок по этим сырам. По мягким сырам, в принципе, мы их получили-то немножко, и спрос там. Рынок большой, поэтому у Реческой хорошие перспективы, у них хорошая связь с Россией. Они работают под ворогом. В настоящее время специалистами завода ведется работа по заключению контрактов на поставку из Болгарии оборудования по производству сыров. Это еще один из пунктов бизнес-плана предприятия, рассчитанного до 2010 года. Но сегодня мы идем к тому, что произведем принципиально новый продукт, который будет конкурировать с любым заводом Республики Беларусь. Без проблем. Это не только расширение ассортимента. Будет ассортимент и тот же, и расширен. Я думаю, в ближайшее время жители города Речицы, и не только, увидят и новые виды продукции. Такие, как однопроцентное молоко, сыры мягкие разных видов, ну и, соответственно, десерты. Для чего тоже были закуплены определенные автоматы для фасовки, ну и оборудование. У вас специалисты отмечают? После экскурсии заводчане предложили продегустировать продукцию. И, в первую очередь, молоко, переработанное на новой линии. Вот рекомендую. Отличается? Отличается, 100%. В средней школе номер 10 состоялись финальные игры турнира школьных команд КВН. О том, кто стал победителем и представит Речицу на зональном турнире, в нашем репортаже. За участие в городском финальном туре боролись 35 команд, но фортуна улыбнулась лишь пяти. Сильнейшими оказались команды «Дети окраины» средней школы номер 11, ДНК средней школы номер 8, «Великолепная семерка» средней школы номер 7, «Камильфо» средней школы номер 2 и «Безупречная улыбка» гимназии номер 1. Тема финала «О сколько нам открытий чудных». Школьники через юмор и театральные постановки показали, как отдыхают, учатся, общаются со сверстниками. Первый конкурс «Визитная карточка. А как известно мы». И команды действительно показали, какие они на самом деле, умеющие мыслить, радоваться, шутить. «Визитная карточка. А как известно мыслить, радоваться, шутить. КВН – это клуб непредвиденных ситуаций, а разминка – конкурс проверки остроумия. КВНщики шутили над темой «Историческое заблуждение». Команды подготовили по два вопроса со своими вариантами ответов. «Многие историки до сих пор считают, что у женщины есть только две жалобы на жизнь. Первое – нечего одеть, второе – мало места в шкафу. В чем же они заблуждаются?» «По-моему, заблуждаетесь вы. Женщинам еще нужна машина, шуба новковая и богатый мужик». Существует еще одна мудрость. Когда девушка говорит вам «Господи, как ты мне надоел!» Всегда заступайтесь за Господом. Последний конкурс – домашнее задание. Превосходная возможность увидеть, когда фантазия сталкивается с действием, а участники становятся авторами. Главное – умение преподнести себя с улыбкой и юмором. За каждой шуткой, остротой – настоящая борьба. Хотите – верьте, хотите – нет. Тема домашнего задания. Удачней и артистичней всех оказалась команда ДНК средней школы номер 8. Именно у нее на протяжении всей игры прослеживался единый смысл общей темы КВН. Определенную роль в победе ДНК сыграл ее капитан Дмитрий Сергеевич. Веселый и находчивый. Он отмечен и членами жюри. Команда ДНК, как пели сами конкурсанты, – это действительно громкое имя. И ребята неоднократно становились призерами различных турниров КВН. Но этой победой не было бы без помощи старших товарищей. Отдельное спасибо Жене Темникову. Он действительно человек, с которого мы до сих пор берем пример, который нам помогает. Это просто наш идол, который нас вдохновляет на вот такие подвиги. Второе место заняла команда «Безупречная улыбка» – гимназии номер 1. Они настоящие артисты. Ну а по счетное третье место завоевала команда «Камильфо» – средней школы номер 2, которая показала то, что надо. Мы получили истинное удовольствие от общения детей на сцене. Спасибо вам большое. Молодцы. КВН – это игра. Это не соревнование. Это действительно игра. Когда ты выходишь на сцену, тебе надо наслаждаться игрой, а не пытаться соревноваться с кем-то. 3 марта во Дворце культуры состоится зональный турнир фестиваля школьных команд КВН. Новые гости приедут КВНщики из Судлогорска, Лоева, Брагина, Хуйников. Речицу перестает команда ДНК средней школы номер 8. Это вся информация на сегодня. Впереди вас ждет прогноз погоды. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго до пятницы. Прогноз погоды ближайшей двое суток ожидается 27 февраля. Облачно с прояснениями, ночью, местами, днем на большей части территории осадки, преимущественно дождь. Ночью в отдельных районах слабый туман, ветер западный 6-11 метров в секунду, местами порывы до 14. Температура воздуха ночью от 1 до 6 градусов тепла, днем 8-13 со знаком плюс. 28 февраля облачно с прояснениями, ночью, местами, днем на большей части территории осадки, дождь, мокрый снег. Ветер западный 7-12 метров в секунду, местами порывы до 15-18. Температура воздуха в течение суток от 1 до 6 градусов тепла. Субтитры создавал DimaTorzok